Вот она, коробка с клапаном. В руках Константина Дзыгаря целое состояние. Дорогая штука, да? Очень дорогая. Государство выделяет квоту на него. Квоту составляет на данный момент 1 миллион 470 тысяч. 1 миллион рублей 470 тысяч. Вот так это выглядит штука. А выглядит как металлическая сетка. Данный клапан представляет из себя высокотехнологичное устройство. Вот этот вот каркас выполнен из никелида титана, так называемого, нитинола. Это сплав никеля и титана. Константин прилетел из Москвы и представляет интересы поставщика. Этот клапан – результат работы американских инженеров. Уже через полчаса он окажется в сердце пациента, а тот уже на операционном столе. Мужчина 72-х лет станет первым, кто получит такой имплант без разреза грудной клетки. Спец по таким малоинвазивным операциям в Омске Григорий Ситников. Заслуженный врач волнуется, но так, как и перед любой операцией. Вот эта щадящая, высокотехнологичная операция, вмешательство. Как правило, на эту операцию идут вот эти пациенты с преклонного возраста, старческого возраста, с сопутствующими заболеваниями. И это шаг к тому, что мы не только продолжительность жизни увеличиваем, самое главное – это качество жизни. Ответственный момент. Врач Новосибирского НИИ патологии кровообращения Дмитрий Зубарев манипулирует клапаном. Тот в ледяной воде сжимается с 18 мм до 6 мм. И сейчас окажется внутри катетера. Тот в ледяной воде сжимаем приточную часть пациента. И полностью его в трубку помещаем. И теперь нам осталось полностью закрыть капсулы. Все, и искусственный клапан сейчас отправится в путь по сосудам. Его вводят в бедренную артерию, а затем несколько минут ведут по аортам. А уже оказавшись в сердце, протез примет первоначальный вид. Посмотреть на первую в Омской областной клинической больнице имплантацию аортального клапана собрались практически все сотрудники отделения. Медики внимательно комментируют каждый шаг операции. На экране они видят работу всех участков сердца и перемещение катетера. И вот ключевое мгновение. Сердце буквально на несколько секунд останавливают и ставят протез. Вот он пошел. Клапан раскрылся, сердце работает. Обычно после таких операций пациентов выписывают на третий день. А ритм сердца позволяет человеку вести активный образ жизни. В прошлом году в России провели 600 таких операций. Но врачи не скрывают, потребности в десятки раз больше. Евгений Нефанов, Сергей Гаврилов, Антенна 7.